Основелась куча производств. В общем-то, достаточно придуманные истории, связанные с якобы пандемией. В Китае все хорошо теперь. Они вообще молодцы. Они жестко выстроили в военной системе, грубо говоря. Выстроили работу просто. Но работу они, по сути, не остановили. Они выстроили работу. Шведы выстроили работу. Определили группу риска. Все остальные сказали, окей, хорошо, давайте. Поэтому есть разумный подход, есть эмоциональный подход. Большая доля в том, что произошло, была связана даже не с государственными СМИ. Первую раскачку волны информационной. Это начали интернет-блогеры, снимая какие-то ужасы про Китай, ужасы про Италию. Сейчас, когда начинаем разбираться и смотреть статистику смертности за прошлый год, за прошлый год, ничего не изменилось. Во многих регионах оказалась смертность ниже, чем была в прошлом и позапрошлом году. Но никто этого не помнит. У людей уже такое клиповое сознание. Им показали картинку, все, забыли. Абсолютно верно. Но благодаря этой истерии, медийной истерии, могут произойти действительно достаточно серьезные сбои. По сути, мы имеем сейчас толпу, но она просто находится перед экранами компьютеров. Она не видит друг друга, она не стоит рядом друг к другу плечом к плечу. Но она заводится просто, собственно говоря, от картинок в интернете. Вот одна картинка в интернете заводит миллион пользователей. И они начинают впадать в истерику, начинают покупать санитайзеры, есть горстями антибиотики, сходить бегать за тесты. Сопли потекли, значит, они все бегут на ИВЛ, проверяются на ИВЛ, ложиться, все, они умирают. Куча вопросов, связанных с психосоматикой, обострениями, просто каких-то текущих заболеваний у людей. То есть, на почве стресса и так далее. И останавливаются экономические цепочки. То есть, не просто останавливается какое-то одно производство, а останавливается какая-то экономическая цепочка. А на сегодняшний день вообще экономика считается, чем более распределена экономика, то есть, по сферам занятости. То есть, ну, когда раньше ремесленник что делал? Он делал там стакан, вот крошку, вот я ее вижу, мы можем привести пример. Он там набирал где-то песок, там этот кварц, он его плавил, то есть, собственно говоря, делал из него кружку, сам же ее разрисовывал, сам же ее условно продавал. Ну, или там глину, горшок, неважно что. На сегодняшний день понятно, что он получает где-то, производство получает уже компоненты, из которых делает, допустим, даже слитки. На следующее производство уже эти слитки переплавляет, делает из них кружки. Следующее производство, скорее всего, делает уже нанесение рисунка, но для него кто-то делает краски, оно же не само не производит краски. То есть, а машины для всего этого делают еще 8 производств. Потом логистика, потом торговля. Да, 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 абсолютно. И вдруг ломается какая-то звено. Вдруг кто-то решил что-то поставить на карантин. А давайте мы на карантин поставим, допустим, кто поставляет, даже не кварцевый песок для этого стекла, поставляет какой-то элемент, который, собственно говоря, соду какую-нибудь. И все, и у нас нет чашек. Они все перебились, и мы начинаем что, из пластика есть, из дерева что-то выдалбливать. Это такой банальный пример, я специально обостряю это. Но есть же производство компьютеров, которые управляют нашей жизнью уже во многом. Есть производство техники, которая изнашивается, тех же автомобилей, кранов, которые что-то добывают, экскаваторов. И нарушение вот этих цепочек может произвести каким-то мегаглобальным сбоем. Вот что сейчас произошло с авиацией. То есть, взяли и посадили весь авиапарк мира практически. Мира, действительно. Да, мира, посадили. Сейчас он потихонечку начинает летать. А уже произошли сбои с обслуживанием, с поставкой ГСМ. Ну, совсем. Людей уволили, чего их держать. Да, когда они там нелегонный метрон потребляли керосин, они перестали в какой-то момент это потреблять. Что-то нужно было нефтяным заводам куда-то его сливать. Или тоже останавливать свое производство. И начинается вот этот, условно говоря, вот этот экономический хаос, который приведет к глобальному падению уровня жизни. На 1%, на 3% по миру. А мы еще должны понимать, что в каких-то странах есть большие запасы и мощности, в том числе производственные мощности, как Германия. А есть страны Африки, которых вообще их практически нет. Ну, там, в России, в которых их очень мало. Если Германия просядет на 3%, то Россия может просесть на 10-15%, а Африка может просесть на 90%. И давайте подумаем, какая смертность будет в этих регионах. Насколько, ну, понятно, что как только у тебя просел БВП, мы не можем закупать медикаменты. Опять, вот мы опять возвращаемся, да? Да. Мы не можем закупать еду в определенных объемах. То есть, мы либо плохую еду будем кушать, либо вообще, либо будем снижать рационы и так далее, и так далее, и так далее, да? А это все будет отражаться на здоровье, это впрямую будет отражаться на жизни людей. Вот, на продолжительности жизни, на здоровье их людей. А здоровье людей и продолжительность жизни, опять же, отражается на ВВП, на экономике и так далее. Вот мы опять, вот мы вот эти последствия, вот это вот, назовем это, я даже не знаю, как это назвать. Вообще похоже на мировое колесо, которое замкнуто и идет. Нет, это, конечно, колесо, все взаимосвязано, живем в глобальной экономике. Невозможно, как в начале, сто лет назад, вот там пандемия Испанки. Пандемия Испанки зацепила часть Европы, не всю, и зацепила часть Америки, тоже не всю. Но весь мир никто не останавливал, как сегодня. Да, да, а его невозможно было остановить, потому что, ну, как бы, я боюсь, что там какие-нибудь регионы Ближнего Востока, в принципе, и не знали о том, что произошло в Европе. Ну, не было того же интернета, чтобы прям в секунду узнать, что где происходит сегодня. Ну, и так они не были экономически между собой завязаны, я же вот опять об этом начинаю говорить. Я понял. Что мы, у нас огромное количество производств в России, мы там столкнулись с такой смешной вещью, как там капсуль воспламенителя в патроне. Оказывается, вот этот вот элемент взрывчатый, который плевая штука, химический элемент, который не очень сложный, он из Китая поставлялся в Россию. И сейчас жуткий дефицит, ни в одном магазине купить невозможно. Ну, то есть, вот просто, да, вот просто, вроде бы просто, вот сбой поставки одного маленького элемента, представим, что у нас встанет какая-нибудь там достаточно мощная установка по разделению воздуха. Я о них говорю, но просто вот это вещи, о которых люди вообще никогда, они даже не знают об их существовании. Вот они могут прожить всю свою жизнь и даже не знают, что вот есть такие установки по разделению воздуха. Ну, понятно. Что у нас там кислород, азот, углекислый газ получается не путем там синтеза каких-то там веществ, да, а просто разделяется воздух на мощных там центрифугах и, собственно говоря, получаем какие-то газы. Нужны они нам? Ну, как? Так, вот кислород там для больниц, вот вроде нам нужен, да, там вроде, да. Ну, на самом деле там, я думаю, что там львиная доля, там больше 90% его используется не в больнице, да, а используется его в металлургии. Знаете, мне о чем говорится? Вот вы начали с Америки, да, когда несколько штатов обесточилось. Такое впечатление, что человечество сегодня глупеет. Люди не замечают ничего до тех пор, пока они остались без воды. В туалет не сходишь, там, лицо не умоешь, воды попить негде, да, свет отключили и все. Ну, вот, продолжая наш разговор, знаете, я поймал себя на мысли, что есть другая сторона всего. В обществе какой-то массовый такой скептицизм. Люди не верят, что это возможно, что это будет. Вот помните Ютукей, скандал, ну, такой большой, на рубеже 2000 года, вот переход тысячелетий, все эти фильмы, Голливуд там создал массу фильмов, как это будет, там все прекратится. Вот это ничего не прекратилось. Я вспоминаю, мой друг приехал из Америки, пастора одной церкви, и говорит, все, надо компьютеры менять туда-сюда. Я скептик был, я говорю, отстань от меня, что в России делают, я говорю, ничего тут не делают, пойдем за 3 доллара, там, за 100 рублей купим диск и загрузим все ваши программы буржуйские там. Как это нелегально, я говорю, как нелегально, тебе даже чек дадут на 100 программ в одном диске. Я говорю, и люди уже, ну, вот видят, и это не произошло, и то не произошло. Не фантасты ли мы с вами сегодня, не фантастическую тему обсуждаем? Нет, мы обсуждаем, во-первых, мы обсуждаем реальность. Реальность. Да, и реальность такова, вот, я говорю о том, насколько медиапространство и какие-то вещи в социуме, да, могут влиять на реальность, на нашу вот физическую реальность. Но это реальность, которая не вписывается в мозги простого человека, они не хотят от этого жить и понимать этого. Знаете, мне поесть, вот, ну, нет ощущения, что настолько нам уже быстро внедрили общество потребления в России, что люди вообще отвыкают думать, размышлять, не сталкивались? Я не вижу проблемы термина общество потребления, да, там, ну, кстати, когда ввел, насколько я помню, это отчасти, это об этом писал Джак Бодрияр, да, то есть, и еще у него книга замечательная есть, это «Симулякры и симуляции». Соответственно, там как раз описывал о том, что мы напрямую уже не воспринимаем действительность, мы действительность воспринимаем через посредников, то есть, мы по факту знаем, что где-то идет война. 99% населения нашей страны, там, ну, в нашей стране, может, чуть меньше, никогда впрямую с войной не сталкивалось. Но мы все живем в эпоху какой-то глобальной войны, каких-то террористических актов, где-то что-то взрывается, где-то кого-то убивают. Я не был в войне. Да многие не были. Так вот, об этом и лечь, да. Но на машинах пишут, мы можем вам показать, можем напомнить. Ну, это я не хотел бы обсуждать идиотов, условно говоря, да, то есть, что они могут напомнить, да, то есть, если они ничего сами не знают и не помнят, по большому счету, да. Вот. Но мы действительно реальность давно уже не воспринимаем напрямую. И мы ее воспринимаем через каких-то посредников. То, как эти посредники нам показывают эту реальность, такова она для нас и является в данный момент. Но есть проблема. Проблема заключается очень простая. Это соответствие реальности к тому, что мы о ней думаем. Ну, то есть, мы в какой-то момент можем воспринять, что мы птичка, что мы умеем летать и выйти с 12 этажа. Есть такое. Вот и все. То есть, да. Вот мы сейчас как раз говорим примерно об этом, да. То есть, что мы можем очень долго рассуждать о глобальных каких-то проблемах, какие-то катастрофы, которые могут быть, могут не быть. Давайте их соизмерять с тем, что, а вот как оно реально существует. То есть, потому что у нас очень… Вот я занимаюсь охотой, там ночами проводим в лесу где-то, бегаем по каким-то полям и так далее. И когда ты вырываешься из городского мира, у тебя нет компьютера, у тебя нет телефона, у тебя нет… Ну, он просто не работает. Он есть, но он просто… Как бы он тебе не показывает ролики на YouTube больше еще. Вот. И ты сталкиваешься напрямую с холодом, а с дикими животными, с какими-то проблемами, с техникой и так далее. Тебе это нужно, проблему решать. И если ты думаешь, что ты все это знаешь и умеешь, вот с этого момента начинается проблема, когда ты действительно этого не знаешь и не умеешь. Я очень много видел людей, которые думали, что они охотники, думали, что они вот-вот-вот застрелили животное, сейчас мы его разделаем, пожарим печень, там все отлично, все. И при разделке человека начинает просто тошнить. То есть, он не то, что он… он даже не разделывает сам. Он просто рядом стоял и помогал нам разделывать. То есть, потому что картинка в интернете… Ну, посредника была другая, да. Вот представление об охоте и так далее – это одно. А когда это кровь, кишки, там шкуры, запах и так далее, это оказалось для человека невыносимым, для его организма. Это вот опять вот всегда соприкосновение виртуального мира, реально, надо всегда себя немножечко проверять. Вот я вот всегда говорю, ребят, давайте в реальность, давайте попробуем там, там ножками потопаем, вот поэтому где там не проваливаться, не болото, давайте пойдем дальше. Вот вы говорите, что неверующий, а говорите словами апостола Павла, который пишет, постоянно говорит, проверяйте себя, а верили вы? То есть, постоянно… Ну, он не на что-то о другом, я все-таки о материальном. А он тоже о материальном и о жизни, обо всем, о том, как вы относитесь к людям, ко всему, к этой жизни, ко всему. Это не оторвано от жизни, это и есть сама жизнь. То есть, всегда надо смотреть свою жизнь, лично заглядывать в себя. Это еще просто называют там выходом из зоны комфорта и так далее, то есть, но возвращаясь к нашей теме, возвращаясь к нашей теме, мы должны всегда понимать, что важно, что не важно. Нужно оценивать риски, то, о чем мы говорим. Вот если мы говорим там о пандемии, вот появился вирус, давайте его посчитаем, давайте посмотрим, давайте проведем сначала исследование, давайте посмотрим, что действительно происходит, действительно так ли это страшно. Окей, мы решили, что это страшно. Давайте посмотрим, а что вообще происходит в этом мире, когда-то происходило. Была, значит, пандемия, там, лихорадки Эбола. Жуткий совершенно вирус, летальность 90%, но проблема в том, что когда у тебя высокая летальность, он сильно не имеет распространения, потому что он очень быстро убивает носителей. Он локализуется, в деревню попал, в африканскую, вся деревня вымерла практически, да, там два человека и с тобой жило. Ну, как и было, да. Да, это одна проблема. То есть, давайте смотреть, с чем мы имеем дело, да. И когда мы выяснили, с чем мы имеем дело, мы можем там вырабатывать рекомендации и говорить, знаете, вот мы имеем вирус, тяжелый, поражает то-то, но поражает возрастную категорию 60+. Значит, соответственно, мы считаем, что нужно там посадить на карантин, либо рекомендовать не контактировать, да, там, людей 60+. Остальные, кто имеет там заболевания, там, диабет, легочные, такие-то, принимает такие-то таблетки, должны быть под контролем и самоконтрольным в первую очередь. Все остальные продолжают работать, потому что мы все равно все заразимся, потому что это воздушно-капельным путем РНК вируса, которые передаются. Мы все переболеем, у нас у всех будет иммунитет выработан на этот вирус рано или поздно, да, и мы выработаем так называемый популяционный иммунитет, да. При этом должны переболеть 85% популяции. А сказать, что вот мы с чем-то имеем дело, давайте всех посадим по домам, там, под самоарест и остановим полностью экономику, а последствия какие после этого будут? У меня вопрос, а кто мы? Мы этого ООС, вот мы с вами рассуждаем. У населения, у большинства людей простых, которые где-то работают, там, теряют что-то или находят в этом во всем, зарабатывают, или большинство сейчас объедняло население, они все думают, разве не государство этим должно заниматься? Я об этом не думаю, я плачу налоги, пусть они этим занимаются. Ну, кто мы? В Швеции, допустим, ну, пример, в Швеции, он наиболее на слуху, потому что был пример и в Южной Корее, отчасти, да, то есть... Там этим занималось государство. Да. Но, еще раз, должен быть определенный уровень экспертов. Причем... В самом государстве, не ВОЗ. Вы это... Да нет, пускай он ВОЗ будет, пускай они общие рекомендации дают, что вот мы в общем имеем такую-то проблему. Да, то есть, в рамках этой проблемы, если у вас агломерация города и плотность населения такая-то, у вас будет скорость в состоянии такая-то. Впоследствии у вас будет такая-то по таким-то категориям граждан. Соответственно, если у вас там 15-миллионная Москва с плотностью населения такой-то на квадратный километр, значит, вам нужно вот 60, там, плюс все, значит, сидят по домам, предположим, да, остальные все по группам риска, там, так-то, так-то, так-то. Остальные все имеют какие-то меры предосторожности, стараются массово не заражаться, но при этом ходят на работу, при первых степени их недомогания остаются дома, не заражают никого и так далее, так далее. Получают зарплату, получают пособие и так далее. Имеют какую-то поддержку, чтобы люди не пытались скрыть это там, да, и ходить все равно на работу, потому что их уволят или там не заплатят какой-то зарплаты и так далее, и так далее. И это вот задача государства. Идеального какого-то государства. Ну, это, вот, вы только что сказали же о том, что все считается. Считается, да. Все считается. Социология, говорю, больше 100 лет, там, ну, с петли, ну, около 100 лет, там. Около 100, да. Да, около 100 лет. Все достаточно точно считается. Плюс-минус, понятно, не может быть там идеальных моделей, то есть, да, но те модели, которые вот сегодня по факту получились, ну, это моя часть, когда-то математик, да, то есть, я по первому высшему образованию. И все эти расчеты, там, с моими друзьями-американцами, кстати говоря, мы рисовали, примерно тоже сидели, вот, в феврале еще, и рисовали какие-то графики. И приходили к тому, что, ну, будет примерно вот так. Я не суперэксперт, у меня мало данных, то есть, я просто примерно оценил из оценок прошлого, экстраполировал немножко в будущее, оцениваю то, что происходит, да, то есть. Ну, форсайтами занимались. Да, и плюс-минус мы где-то попали, все примерно попали. И мы примерно попали в те истории, которые вот по миру наиболее позитивные примерами, там, шведские модели какие-то и так далее. Почему в это не попали, там, многие другие страны, там, очевидно, да, там, потому что во многих странах, там, особенно с левым уклоном, да, есть... У власти находятся в основном популисты, зачастую, да, в угоду, скажем так, следующих выборов и в угоду, там, скажем, своему избирателю массовому, да, они вели себя наиболее, скажем так, понятным для него образом. Понятный образ, сидите все по домам, мы вам раздадим денег. Хорошая история, слушайте, ну, если бы мне раздавали денег просто так, за то, что я сижу дома, то, наверное, я бы закрыл бы свое предприятие и заустроил бы себе хороший отпуск. Не думаю о том, что потом восстановить, не восстановить. Ну, я живу в частном доме, я могу вполне комфортно сидеть дома месяцами, то есть, ну, если мне там, как в Германии, многим предпринимательно заплатили денег больше, чем доход, который они получали с бизнеса. Ну, чего дома не сидеть? Можно шашлык пожарить до 1 января, там, 1 января, может, запрещают разведение открытого огня, даже на своем участке в мангале, да, то есть, ну, до 1 января хоть можно было шашлык пожарить. Поэтому никто не занимался оценкой, да, во главу угла ставилась, собственно говоря, модели выборов и популистская модель выборов. Ну, следующих. Сложно, я даже не знаю. То есть, ну, страна, которая на сегодняшний день производственного уже практически ничего не производит. Ну, то есть, производственный сектор просто... Я даже не знаю, что здесь производится, вот честно, ну, кроме каких-то остатков, там, вот этих костылей, там, от Советского Союза оставшихся, там, какой-нибудь НЛМК, там, Северстали, это, Норникель, это же все ресурсы, допиливающиеся на сегодня, еще вот тех доменных печей, которые, там, ну, что-то там реконструировали, там, чуть-чуть говорят, там, где-то что-то там, да, то есть. Ну, и все, то есть, я не знаю, что мы производим, вот честно, вот я на сегодняшний день, то есть, как бы, там, мы ковыряем землю, там, на месторождениях, которые в 70-80-х годах были разработаны, нефтепроводы, которые тогда же были проложены, то есть, ну, вот остатки мы оттуда выкачиваем, поэтому, где мы находимся? Ну, общее мнение, что, наверное, Россия производит оружие, но, судя по всему, что... Нет, это не заблуждение, абсолютно. Ну, вот как с Суперджетом, помните, наш самолет, так гордимся, вот этот, когда упал, сгорел, а виноваты французы оказались, сейчас массово подают к французам. Ну, я читал, в общем-то, количество компонентов в Суперджете, там, в общем-то, нашего, кроме места производства, от полимеров до всего оборудования, кресел, туалетов, дверей, навигационного оборудования, там, в общем-то, больше ничего, двигатели, там, какие-то... Что мы выпускаем? Нет. Что мы производим? В общем-то, весь мир что-то производит в коллаборации, если можно... Ну, как раньше, Советский Союз, заводы были раскиданы по всему Союзу. Ну, это, все равно это было локально, на одной территории. Понятно, да. На сегодняшний день никто не запрещает, там, закупить процессор на Тайване, память купить, там, где-то еще, там, не знаю, в Китае, и собрать из этого какой-то мега-компьютер, дрон, камеру, и выпускать под своим брендом, то есть, и нет никакой проблемы, да. Проблема заключается в том, что это должно быть экономически выгодно, то есть, в итоге ты должен получить продукт, который дешевле и качественнее аналога в мире. Когда ты получаешь продукт, который дороже в несколько раз и абсолютно некачественный, даже близко не приближешься к аналогам в мире, то непонятно, зачем ты этим занимаешься. Ну, логично. Ну, то есть, я тоже закупаю, там, бобы по всему миру, там, оборудование какое-то местное, какое-то не местное, мы производим, там, шоколад, который, там, мирового уровня, мирового класса. Да, но сейчас мы производим его здесь, но он и по цене, и по качеству, у меня его покупают в Америку, у меня покупают его в Швейцарии, вы можете смеяться. Когда это первый раз купили, я так удивился, говорю, что вы делаете? Да, то есть, на что мне объяснили, что, в общем-то, ну, там, настоящий продукт такого уровня найти, во-первых, он будет дороже, во-вторых, его надо еще искать. Поэтому, то, что у тебя мы знаем, поэтому, в общем, нет проблем. И это дешевле оказывается. Я говорю, все хорошо. Я не против, то есть, ну, просто меня удивило, когда люди, там, в Швейцарии купили шоколад. Ну, да. То есть, часы бы купили у вас. Да, то есть, это тоже было бы удивительно, да. То есть, ну, то есть, при этом я не сомневаюсь, что, ну, в России же есть производство оружия, допустим, мирового класса. Но это все равно частные маленькие компании. На уровне заводов этого не производится. То есть, то же самое, там, про любую технику. Локальное производство всегда хорошая вещь. Америка тащит со всего мира компоненты, что-то собирает у себя. И вот они вообще нацелены на то, вот особенно, это с приходом Трампа было, они прям декларировали о том, там, покупай американское, производи в Америке, локализуй бизнес в Америке и так далее. И когда вот мы сейчас там обсуждали вопросы, там, по продаже своего продукта в Америку, мне сразу сказали, что все очень сложно, все очень сложно, сложно сертифицировать, привезти и получить разрешение, сертификаты на пищевые продукты, все. Локализуйте бизнес. Ничего не требуется. Вообще, вот просто привезти, снимите какой-то там помещенец, локализуйте бизнес, производите здесь. Вообще ничего не требуется. Главное, говорит, людей не подравите и все. Вообще ничего не требуется. Главное, что это уже произведено в Америке. Это американское. Оборудование может быть российское, там, сырье может быть, там, естественно, это экваториальный полюс, но главное, что это произведено в Америке, все. Никаких разрешений как таковых, ничего. Ну, там, вся твоя ответственность, ты должен не потравить людей. Если кого-то потравил, то, соответственно, тебе уже претензии судебные будут, там, и так далее, и так далее. Все. Вообще вопросов нет. Все просто. Приезжайте, делайте бизнес. Американская мечта в действии. Ну, американская мечта, никто же до сих пор так и не определил, что это. То есть, каждый понимает под собой, ну, под этим. Ну, может быть, это вот и есть, что Америка дает всем право. Все стремятся туда, все критикуют, все хаяют ее и хотят оказаться очень. Все это те, кто там не был, да. То есть, Америка лучшая страна для ведения бизнеса в мире. Была, есть и очень долго еще останется. В плане жизни зависит от города, от штата, от региона, от того, что ты хочешь в жизни. И иметь, то есть, там, кто-то там представляет лучшее воплощение своей жизни. Это там иметь какую-то социальную защищенность, там, минимум работать, там, 8 часов в день, а лучше 7, там, да, и даже не 5, а 4 дня в неделю. И, в общем-то, иметь хорошее бесплатное, там, здравоохранение, образование и так далее. Тогда Америка, это вот не для таких людей. То есть, это надо куда-нибудь, Европу какую-нибудь искать. Вот. Ну, если ты хочешь работать 12-14 часов, хочешь много зарабатывать с нуля, приехать, вот, никем, и там, через 3 года купить себе, там, дом за полмиллиона долларов, машину, там, новую и так далее. То есть, это вот туда. Это туда, то есть, и она дает такие возможности, но надо пахать. Хорошо. Вернемся чуть-чуть еще к выключателям к нашим. Да. Что может остановить вообще все движение мира? Вот интернет отключат. Что нас ждет? Ну, еще раз, я всегда смотрю на технологические проблемы. Информационные проблемы, медиапроблемы, они тоже имеют место быть. Тогда народ вывалится на улицы и начнет коммуницировать. Недостаток общения, который позволяет сейчас делать интернет, вылез в какие-то скопления. То есть, а там все что угодно может быть, да, потому что толпа штука неуправляемая, мы знаем, да, то есть, она очень плохо управляемая. То есть, да, она хаотично ведет себя, как кинестетик. То есть, и кинестетика, то есть, у нее абсолютно реакции, как правильно сказать, ну, то есть, у нее просто... Ну, брауновское движение, вспомним, да? Это не брауновское движение, у нее просто ответная реакция всегда реактивная. То есть, ее крикнули, надавили, начали бить, она начала бить в ответ. То есть, не думая вообще, против кому она противостоит. Может разбежаться, а может и разбежаться. А вот если она не разбежалась, почему так бояться сборить, там, где-то в центре Москвы, там, и так далее, да? Потому что грань между разбежалась и снесла Кремль, она совершенно, вот, она может быть щелчком пальца в течение нескольких секунд произойти. Просто кто-то выстрелил, кого-то убили, кто-то крикнул, кого-то убили, все, ату, все, и все, там мозг выключается, 120 тысяч сносят, просто все. Ну, это из русской истории знакомо, да, когда там... Ну, отчасти тоже это в русской истории было, то есть, ну, в общем-то, это везде. Я вот опять, я всегда, я изучаю немножко социологию, читаю какие-то вещи, изучаю какие-то вещи, какие-то события. Хотя очень показательным является, маленькую историю расскажу, может быть, она тоже там будет для многих интересна. Это вот роман «Купол», не сериал «Купол», а роман «Купол» Стимена Кинга, когда он был написан как роман, роман был написан по очень крупному, серьезному социологическому исследованию. Что будет с социумом, если его запереть на ограниченном пространстве, на ограниченной территории? То есть, через сколько все социальное в нас, вся система взаимоотношений выстроена, превратится просто в животную иерархию, появятся альфа, бета, омега, то есть, и мы поделимся, собственно говоря, на стаю. Через сколько времени мы ставим в стае? Я очень часто задаю этот вопрос, вот просто интересный ответ, вот через сколько? Сколько нам нужно времени, чтобы, ну, скажем, такая скотинница? Ой, не знаю, смотришь сейчас на сегодняшние дни. Ну, просто пальцем в небо, просто ради интереса. Ну, года два-три, не больше, мне кажется. Три дня. Три дня, через три дня полностью, когда человек понимает, что все... Слушай, я не смотрел этот сериал, но теперь уже хочется посмотреть. Сериал, нет смысла смотреть, он совершенно не отражает, надо прочитать книгу. Не об этом, да? Надо прочитать книгу, то есть, там просто и понимать, что это было социологическое исследование, которое было публицистически красиво Кингом описано. И он пишет об этом, что это, вот, собственно, написано, просто описывает это исследование. Три дня мы полностью превращаемся, условно говоря, в стаю. Поэтому это тоже нужно понимать, да? То есть, вот интернет отключили. Какие последствия технологические? Ну, понятно, у нас там встанут турбины, которые управляются зачастую серверами, которые не в России находятся. У нас могут встать те же установки по разделению воздуха. У нас могут какие-то энергетические вещи встать. Я не знаю, что с атомными станциями, я надеюсь, там какая-то система защиты, автономность и так далее есть. Но, тем не менее, то есть, мы очень серьезно энергетически завязаны на интернете, на системах управления через интернет. Но социальные последствия могут быть тоже такие, что вот огромная агломерация, огромный город, да? То есть, в каждом доме тут живет по несколько тысяч человек иногда. И они пойдут коммуницировать, допустим, между собой. Каким-то образом, да? То есть, и непонятно, может, это вылез. Вот я не знаю. Надо сесть и посчитать, кто будет с этим справляться, а кто будет этим управлять, а кто будет с этим, грубо говоря... То есть, давайте отключим интернет и телефонную связь сразу, чтобы они не смогли друзьям позвонить и поговорить по душе. Ну, а между тем, те, кто должны с этим справляться, этим управлять, тоже окажутся без связи. В таких же равных условиях. Системы, дублирующие, на релейках, там условно говоря, которые работают. То есть, у меня там и у группы товарищей есть рации. И рации работают с репитерами в Москве, кстати говоря, общие, которые можно связаться, и с кучей людей, которые подключатся и по рации могут как-то коммуницировать. Но понятно, что связь по рации, связь даже по телефону, это небо и земля. Это все-таки оперативная вещь, которая позволяет просто понять, что до чего. Потому что там такой хаос начнется, что, по сути дела, ты включиться даже не сможешь. Неужели и голуби вернутся? Голуби вернутся. Ну, голуби нет. Я говорю, просто какие-то альтернативы, связи есть, но просто они настолько не массовые, что непонятно, что будут делать, условно говоря, люди массово. Что они будут делать? Я не могу сейчас предположить. Вот я говорю, вот мое первое предположение, что они выйдут на улицу. Особенность погоды будет позволять. Дальше они начнут как-то коммуницировать, как-то собираться. Что-то будет происходить. Какие у них мысли, учитывая уровень недовольства на сегодняшний день в стране? Ну, если мы говорим о стране, о нашей стране, да, то есть он колоссальный. То есть это сквозит везде. Протест на стране. Да, это сквозит везде. Оно тихое, оно по домам, но это сквозит везде. А не зная, что делать, пойдут ли они там пешком или на машинах в центр, скорее всего, пойдут. А что они там будут делать, ну, уже как бы очевидно. Хватит ли ума там не начать стрелять? Скорее всего, не хватит. Все. Ну, вот последствия для нашей страны отключения интернета и телефонной связи может оказаться вот такими. Ну, вот один из прогнозов. И этими вопросами отчасти занимался. Тогда это было. Все равно нет. Какая-то социология ведется. Но есть ли готовые решения для каких-то стрессовых ситуаций, ну, кроме там Росгвардии с пулеметами, которые там вечно закупают, там, вот у них там вечно на госзакупках, то они там снайперские винтовки, то они пулеметы, то они огнеметы закупают. Ну, это плохое решение. То есть, оно, решение, оно не решит ничего. То есть, оно только усугубит ситуацию и ускорит ее. Это катализатор уже. Не хочется верить, что это единственный сценарий, который они рассматривают. Стрелять по своему народу. Женщик огнемет. Ну, я, честно, не питаю иллюзий по поводу людей, которые управляют этой страной. Поэтому, как бы, вот вообще не питаю никаких иллюзий. То есть, поэтому будут, да, то есть, и это не является для них никакой проблемой, потому что для них это сохранение собственной жизни. Это не денег, не положение, то есть, это сохранение собственной жизни. Понятно, что у живых из них не останется никого, то есть, в данном сценарии. Вот, поэтому, в общем-то… То есть у меня нет иллюзий по интернету, но еще раз, пока есть интернет, связь и так далее, то есть его будут поддерживать максимально долго. Вот буквально вчера, позавчера пошла замечательная информация, что у нас оказывается проблема, у нас президент вдруг услышал, что у людей не хватает денег на еду, у них каждый раз удивления какие-то происходят, вот он 21 год управляет страной, у него вдруг какие-то открытия происходят, у него вдруг открытие, что вдруг есть люди, у которых не хватает денег до сих пор на еду, то есть не до сих пор их стало не хватать, а это проблема, какой бы он ни был, то есть какие бы службы там ни были, как бы они там, в каком бы они космосе ни летали, на второй космической, периодически приближаясь к Земле по эллипсоиду территории, они понимают, что как только у людей перестает появляться еда дома, то есть это уже не протестное настроение, это же люди готовые на решительные действия. Человек заботился о том, что надо бы как-то заняться этим вопросом, потому что в общем-то это все так. вот, опять, а мы опять возвращаемся. К чему привела эта ситуация, да, то есть мы не будем говорить про санкции, про самосанкции и так далее, мы идем к тому, что когда в мире сжимается ВВП и уровень жизни везде сжимается, то если, говорю еще раз, в Германии сжимается на 3%, он сжимается на 10-15%, а это много. И в каких-то категориях, которые, грубо говоря, на еду хватало с трудом, коммуналка-то не изменилась, да? Да, растет. Да, а уровень доходов в раз и упал, в раз и у человека уже на еду нет. И все, как бы, и вот уже мы на грани социального взрыва. А вроде какой-то ВОЗ, какой-то там что-то пролепетал и ни за что за это не вела никакой ответственности. Я люблю, как и вот. И я люблю. Продолжение следует...